Прошло несколько недель, но Думака по-прежнему чувствовал себя как дома в землях Прайда. Конечно, он не забыл о своем Прайде. С разрешения Амахату Думака отправил Техату в восточные земли с сообщением, что Думака еще погостит в землях Прайда. Когда Техату вернулся, он сказал Думаке, что с его Прайдом все в порядке и у них все отлично. Потому Думака не слишком волновался о том, что надолго оставил свой Прайд. Его там любили и никогда не заменили бы. Он был уверен в этом. Уру все еще избегала Ахади и Дахлию. Привязанность Дахли к Ахади, казалось, принимала романтический оборот. И сердце Уру болело каждый раз, когда она видела их вместе. Но, по крайней мере, теперь она не была одна. Когда Думака и Уру не учились политике с Ахату, они проводили большую часть времени вместе. Это раздражало каждую клетку Ахади. Мало того, что Уру все еще избегала его, так Думака везде ходил с нею с важным видом. Но Ахади не понял всей ситуации. Уру решила, что потеряла Ахади и думала о своем будущем королевы и поняла, что ей нужен король. А даже при том, что она не заботилась о Думаке так, как об Ахаде, они стали близкими друзьями. И она видела, что Думака мог бы быть хорошим королем. По крайней мере, он уже являлся им. Думака думал о том же. Он не любил Уру, но она была добрая львица с блестящим умом и мягким сердцем. И он решил, что это станет лучшим способом соединить их прайды. И так он начал ухаживать за Уру. Таким образом, хотя и дружба чиста, Думака и Уру рассматривали идею ухаживания как политическую обязанность, а не как романтические отношения. И хотя мысль, что она не Ахаде, причиняла Уру боль, она не покидала идею быть с Думакой. Думака сомневался. У него были идеи настоящей любви. Да, Уру красивая, яркая и умная. Но он не любил ее. Однако, как и Уру, он не отвергал идею женитьбы. Но он действительно сомневался. Хотя бракосочетание было правильной вещью для их прайдов, но это неправильно для их сердец. Но однажды он решил, что должен сделать первый шаг. И должен был сказать то, о чем думали они оба. Уру? Да. Ты сильная, красивая и умная львица. Ха-ха, перестань! Пожалуйста, позволь мне продолжить. Мы проводим много времени друг с другом. Мы друзья. Ты собираешься стать королевой, я король. У нас есть политические идеалы. Думака, к чему ты клонишь? Уру, я думаю, что мы должны объединить наши прайды, сделать их одним. Я прошу, стань моей помощницей. Я хотел бы, чтобы ты была моей королевой, а я твоим королем. Думака, я не знаю, мы близкие, да, но романтические. Я признаю, что мы бы хорошо правили вместе, и я действительно должна выбрать короля. И ты самый лучший лев из всех, кого я знаю. Не торопись, Уру, я не жду быстрого ответа. Просто я думал, что спрошу, чтобы мы оба подумали над этим. Эм, хорошо, я подумаю над этим. Я должна пойти и подумать о вещах. Ты уже знаешь путь к скале Прайда, да? Конечно. Я буду... эм, увидимся позже. Мы бы были хороши вместе, но правда ли мы все правильно делаем? Великие короли, великие короли... Эх, похоже, звезды будут слушать, когда наступит темнота. Я не знаю, что делать. Думака прекрасный лев, но я не люблю его. Я люблю Ахадий, но он сдохлей. Он не любит меня. По крайней мере, он ничего не делает. Я должна спросить его. Я должна узнать, что он чувствует ко мне. Только тогда я буду знать, что сказать Думаки. Хм... эм, Дахлия, что ты делаешь? На что это похоже? Ну, оставь меня, я пытаюсь уснуть. О, давай, Ахадий. Мы каждый день вместе. Мы говорим о всех наших тайнах. Я знаю, между нами что-то есть. И что это может быть? Черт побери, какой же ты невежа, Ахадий. Не так ли? Я люблю тебя. Я люблю тебя, Ахадий. Я хочу стать твоей парой. Какая же я идиотка. Я... я не могу. Это из-за уру, да? Что? Ахадий, я знаю тебя не первый день. И я не слепая. Я вижу, как ты смотришь на нее. И ты всегда расстраиваешься, когда видишь ее с Думакой. Я... я не хотела допускать этого. Но я могу сказать, что ты чувствуешь к ней. Она может заставить тебя улыбаться, заставить тебя смеяться. Я никогда не могла подобраться к тебе так близко, как она. Ты любишь ее. Дахлия. Не волнуйся, Ахадий. Я переживу. Я знала, что ты любил ее с того момента, как я видела вас вместе. Я... я просто должна была попробовать. Ты должен сказать ей это. Ты знаешь, прежде чем станет поздно. Дахлия права, это не может продолжаться долго. Завтра... завтра я скажу ей, что я люблю ее. Уру? Уру, ты в порядке? Я в порядке. Что ты здесь делаешь так поздно? Я был с твоим отцом. Мы решали проблему обеспокоенном бородавочнике. Он сказал мне возвращаться, когда он охранял границы. И я убил тебя. Почему ты плачешь? Тебя кто-то обидел? Я... я в порядке, Думака. Мне нужно побыть одной. Ясно. Если тебе не нужна моя поддержка, я оставлю тебя в покое. Я пойду к Скале Прайда. Думака, подожди. Да? Я принимаю твое предложение. Правда? Да, я стану твоей парой. Мы сможем рассказать об этом Прайду завтра. Если ты именно этого желаешь. Да, Думака, именно этого я желаю. На следующее утро, к всеобщему удивлению, Махату объявил собрание Прайда. Ранним утром Думака и Уру сказали Махату об их решении пожениться. Махату, довольный этим, решил объявить об этом Прайду этим же утром. Прайд был в сборе. Никто не знал, о чем была встреча. Некоторые беспокоились. Ведь Махату обычно собирал Прайд только тогда, когда у него были хорошие новости или очень плохие. Мои дорогие семья и друзья, у меня есть для вас потрясающие новости. Моя дочь выбрала Думаку своим будущим королем. Что? Уру и Думака сказали мне этим утром, что они хотят пожениться и объединить два Прайда. Я приветствую это решение, и я счастлив, что моя дочь нашла с кем править. Я надеюсь, что вы тоже будете рады за нее. Я опоздал. Ахади, тебя что-то беспокоит, сын? Я не могу говорить с вами об этом. Об Уру? Это очевидно, да? Легко увидеть, что вы двое очень близки. И хотя мне понравился Думака, я всегда принимал это. Всегда принимал что? Ну, то, что она бы выбрала тебя. И я могу подтвердить это. После объявления ко мне подошла Хазина. Она сказала мне, что очень удивлена. Уру во многом ей доверяет. Хазина сказала, что чувства Уру к тебе были довольно долгими. Я не знаю, почему она выбрала Думаку, но она заботится о тебе. Фух, что-то не похоже. Она могла сказать мне. Но Хазина сказала, что Уру думала, что вы сдохли ей вместе. Дерь, язык Ахади. Прости, Махату, но что мне, черт возьми, делать? Я заботился о ней. Я всегда... Наверное, я просто слишком... Я не знаю, глупо и страшно признаться в этом, но я... Я люблю ее. Я никогда не считал Дахли больше, чем как друга. Я, правда, проводил с ней много времени. И она даже пыталась сделать мне шаги навстречу. Но я оттолкнул ее. Сегодня я собирался поговорить с Уру о моих чувствах. Но... Но она вышла замуж за этого жирного, напыщенного меча. С политической точки зрения Думака и Уру хорошая пара. Но никто не сможет так заботиться о ней и сделать ее счастливой, как ты. Ты когда-нибудь разговаривал с ней о своих чувствах? Ну, нет. Тебе не кажется, что ты должен с ней поговорить? Кто здесь? Ахади, что ты здесь делаешь? И почему ты такой запыхавшийся? Поскольку я бежал вокруг... Да, прокляни бог, это пыхтение. Земель Прайда ища тебя. Ахади, сядь, отдохни, соберись. Ты не можешь выйти замуж за Думаку. Не думаю, что ты можешь решать, выходить мне за него замуж или нет. О, давай, Уру. Этот парень такой, как все. Он не такой. Он добрый, хороший и справедливый ко всем на Землях Прайда. Назови мне хоть одну причину. Почему я не должна выходить за него замуж? Потому что я люблю тебя. Ты... Ты что? Я люблю тебя. Я сожалею, что не говорил этого. Я был чертовски горд и испуган. Ты не тянешься к этому парню. Ты тянешься ко мне. Я люблю тебя. И ты любишь меня. И мы оба знаем это. Я... Я... Я сожалею. Похоже, я... Эм... Неправильно. Я... Почему же так долго, придурок? Ахади и Уру пролежали под звездами всю ночь. Ахади рассказывал ей о своем прошлом. Вылил каждую деталь его жизни. И то, что он чувствовал в глубине его сердца. И Уру слушала каждое его слово, свернувшись рядом с ним, любя его. И его любви она жаждала очень долго. Уру! Уру, где ты? Я здесь, Думака. О, спасибо Богу! Где ты была? Мы с твоим отцом искали тебя всю... Думака, я не могу выйти за тебя замуж. Что? Я согласилась выйти за тебя, потому что... Ладно. Я думала, что потеряла Ахади. Когда он был сдохли, я люблю Ахади и всегда любила его. И вчера вечером он пришел ко мне и сказал, что чувствует то же самое ко мне. О, Думака, ты милый парень, благородный и верный. Но я не люблю тебя. Я должна следовать за своим сердцем. Ну, я не буду лгать, но это что-то вроде облегчения. Что? Ты красивая, умная и справедливая львица. Но у меня нет чувств к тебе. И я считаю тебя другом. И я думал, что брак будет политически правильным поступком. Но я не люблю тебя. Я рада, что теперь мы все прояснили. Мы... Мы же все еще можем быть друзьями, да? Конечно, я счастлив, что ты нашла того, кто отдал тебе свое сердце. Ты заслуживаешь его. Я надеюсь, что найду такую же любовь. Ты найдешь того, кто тебя полюбит, Думака. Ты добрый и хороший лев. И ты найдешь. И спасибо за то, что ты все понял. Ты удивительный друг. И я всегда рад тебе, Уру. И я желаю вам счастья. Позже Ахадий и Уру поговорили с Махату. Уру сказала ему, что она и Думака согласились не жениться. И что Ахадий вступил в отношения с ней. Махату был счастлив. Он всегда хотел, чтобы Ахадий и Уру поняли чувства между друг другом. И он полностью поддерживал их желание к отношениям. Дахли и Думака, оба отклоненные в своих путях, нашли свое счастье. Думака начал проводить время с Дахлией. И через некоторое время они поняли, что между ними есть хорошая связь. И действительно, их чувства приняли романтический оборот. Но, к сожалению, Думака не мог остаться в землях Прайда. У него был собственный Прайд, к которому он должен вернуться. Грустно, что ты должен уйти. Да, мы все уже привязались к тебе. Я знаю. Но я не могу остаться. У меня есть свой Прайд, и я должен вернуться к нему. Я и так был здесь слишком долго. Кстати, кто-нибудь знает, где Дахлия? Я думаю, она охотится. Думака, ты исправил поступки своего отца. Ты заслужил доверие, и я прощаю твою семью за его грехи. Спасибо, Махату. Это много значит для меня. Ваш Прайд замечательный. Я буду скучать по всем вам. Спасибо за все. Теперь, простите, я должен найти Дахлия. До свидания и удачи в жизни. Так ты уходишь. Ты покидаешь меня. Дахлия, нет. Я не покидаю тебя. Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Что? Пожалуйста. Я знаю, что наши чувства пришли очень быстро. Но я никогда не чувствовал такого с кем-либо другим. Тогда останься. Дахлия, ты же знаешь, я не могу. Я был здесь очень долго. Мой Прайд нуждается во мне. Я знаю. Я просто не знаю, что мне делать. Идем со мной. Ты будешь моей парой и моей королевой. Королевой? Да, ты станешь моей парой и моей королевой. Думака, я забочусь о тебе недолго. Это произошло слишком быстро для меня. Я не могу просто взять и сбежать с тобой и стать королевой. Это слишком быстро. Что? Ты правда мне нравишься. Но мы не так долго знакомы. А как же то, что было за все это время. Те разговоры и близкие времена. Они тоже ничего не значат для тебя. Конечно. Они много значат для меня. Я просто не готова. Я уже потеряла один раз дом и семью. Я не хочу потерять и этот дом. Но я не могу заставлять тебя. Мне правда очень жаль, Думака. Это просто слишком быстрое решение. Но я не слишком разочарован. Того замечательного времени, которое мы провели вместе, более чем достаточно для меня. Хотя хотелось бы большего. И я бы ни на что не применял это время. Я никогда не забуду тебя. И возможно, ты хату согласится отправлять друг другу сообщения, время от времени. Мы могли бы поддерживать отношения. Я надеюсь. Позволь этому случиться, да, Ахлия? Ну что ж, пока. Прости, Думака, но ты заслуживаешь лучшего, чем я. Да, Ахлия позволила Думаке уйти. Она думала, что недостойна короля и не сможет быть королевой. Она прекрасно знала, что однажды он уйдет и станет просить ее пойти с ним. Но ведь она уже потеряла дом и семью. Нельзя потерять и эту. Но через пару недель Ахлия пожалела о своем решении, потому что она почувствовала внутри себя пробуждение. Ахлия, Ахлия, Ахлия. Что ты имеешь в виду, Уру? Ахлия, Ахлия. Я беременна. Что? Я знаю, знаю. Мы не были просто друзьями. Я не знаю, но мы это... Ты говорила об этом своей маме? Нет, об этом знаю только я. Ну и ты. Ну что ж, помни, что ты тут не одна. Весь брать поддержит тебя. Но я должна расти детеныша в одиночку. Запомни, мы все всегда поможем тебе. Ты правда думаешь, что я справлюсь? Конечно. Спасибо, Уру. Ты хороший друг. Ты думаешь отправить сообщение о Думакинке? Я не знаю, Уру. Он король. Может, даже уже с королевой. Я не хочу беспокоить его детенышем, рожденным вне брака. Я знаю, что это может вызвать конфликт, поскольку он король. Но еще и отец. Но он должен знать. Я подумаю над этим. А сейчас давай расскажем об этом моей маме. Ахлия и Уру вернулись к Прайду. И Ахлия сказала всем, что ожидает детеныша. Сначала Прайд был в шоке. Но после некоторых колебаний Прайд казался взволнованным. Джуна, мать Ахлии, просидела с ней всю ночь, разговаривая о материнстве и о том, что она поможет ей на каждом шагу. В ту ночь Уру отдыхала с Ахади и с улыбкой смотрела, как Прайд подлизывается к Ахлии. Они были рады видеть, что Ахлия получает так много заботы. Она редко была в центре внимания. Даже Махату вручил ей личное поздравление. Да уж, не видел я такого. Да, Ахлия беременна. Ну, нифига себе. Да, иногда мы получаем сюрпризы в жизни. Сегодня она сказала мне, что очень волновалась. Но я думаю, что она счастлива. В конце концов, узнать, что ты скоро станешь родителем, очень интересно. Хе-хе. Расскажи мне об этом. Мы должны ждать, чтобы рассказать всем, что ли? Я так думаю. Пусть пока Ахлия побудет в центре внимания. У меня еще есть время, прежде чем все сами догадаются. Звучит хорошо. Так, когда мы расскажем? Давай дадим ей неделю. Неплохо. Она станет отличной мамой. И ты. Прошла неделя, и шумиха вокруг Ахли уменьшилась. И Уру решила рассказать отцу о своей беременности. Ахади нервничал и волновался по поводу разговора с Махату. Но Уру была рада. Она знала, что он будет счастлив в такой новости. — Папа, можно тебя на минуточку? — Привет, конечно. У меня всегда есть время для вас. Ты, Ахату, ты не мог бы оставить нас наедине, если ты не возражаешь? — Конечно. Все равно я должен навестить Зузу. Я найду вас позже, Сир. — Хорошо. Так, а о чем вы хотели поговорить? Ну, мы с Ахади ждали, пока отдохли, насладиться всеобщим вниманием. И никому не говорили об этом. — Папа, я беременна. — Что? — Я беременна. Папа, ты скоро станешь дедушкой. — Это прекрасная новость. — О, папа, я так рада, что ты рад за нас. — Конечно, я рад. Ты нашла партнера и короля. Теперь вы продолжите круг жизни. Поздравляю вас обоих. Как долго вы ждали. Я знала об этом несколько недель. Мы просто ждали подходящего момента. — Понятно. Ну, я знаю одну вещь, которой можно завершить эту прекрасную новость. — Что, сэр? Я думаю, пришло время, чтобы вы заняли законное место в землях Прайда. Я отдаю вам двоим свой трон. — Че, правда? — Пап, ты уверен? Ты еще молодой и сильный. Ты можешь еще быть королем. Я очень уверен, Ахадди. Ты хороший лев, с умной головой на плечах. Ура, ты очень умная и замечательная львица. Я знаю, вы сможете управлять королевством. И я никогда не был так горд за вас обоих. Это так много значит. Вы думаете, что мы готовы? Я уверен в этом. И я думаю, что было бы лучше, если бы вы встали на престол до рождения детенышей. Я готова уйти с трона. Я правил долго, и пришло время для свежих и молодых умов. Если ты уверен в этом, я готова стать королевой. И я готов стать ее королем. Хорошо. Еще раз поздравляю. Я не могу дождаться, чтобы стать дедушкой. И вы станете отличными родителями. Спасибо, папа. Сейчас я должен найти Техату и подготовиться к церемонии вашей коронации. Хорошо. Увидимся на скале Прайда, Махату. Как ты думаешь, мы готовы к этому? Если Махату так думает, то мы должны быть готовыми. И если ты готова, Уру, то я тоже. Я люблю тебя, Ахади. Я тебя тоже, Уру. Земли Прайда были готовы принять новых короля и королеву. Церемония коронации началась быстро. И вскоре Махату стояла на вершине скалы Прайда, давая последний рых своего царствования. А потом Уру и Ахади взошли на трон. Уру рычала первой, будучи истинной правительницей земель Прайда. После рычала Ахади, объединяя не только короля и королеву к правлению, но и свой брак. Прайд хором рычал в знак принятия новых короля и королевы, и все животные склонили головы. Махату стоял с гордостью. Больше не король смотрел на Уру и Ахади с гордым взглядом. Если бы только Яха видела Уру сейчас. Все казалось прекрасным. Круг жизни продолжался. Цепь жизни осталась невредимой. И теперь началась новая эра правления Уру. Субтитры создавал DimaTorzok